В повестке дня 50 вопросов. В ходе заседания депутатский корпус рассмотрел 32 областных законопроекта. Один из самых важных, по мнению спикера Людмилы Берлиной, касается муниципального жилищного контроля. Этот документ должен наладить взаимодействие органов власти в сфере капитального ремонта многоквартирных домов. Это опыт первый, и посему мы должны очень четко мониторировать, потому что акты муниципальной власти должны отвечать на эти задаваемые вопросы. На 48-й сессии депутаты рассмотрели проект регионального закона о величине прожиточного минимума пенсионера. По словам замминистра экономического развития области Андрея Пуцика, этот показатель в следующем году в нашем регионе увеличится и составит чуть более 6 тысяч рублей. Те пенсионеры, у кого пенсия меньше прожиточного минимума, в 2013-м будут получать соответствующую доплату. Подобной льготой в Иркутской области смогут пользоваться более 76 тысяч неработающих пенсионеров. Использование новой методики расчета приведет к увеличению величины прожиточного минимума пенсионера на 8,2% без учета изменения индекса потребительских цен. То есть к этой величине еще будет добавляться индекс потребительских цен. В окончательном чтении принят проект закона об оказании юридической помощи в Иркутской области, в том числе и бесплатной. Среди других социально важных документ связанный с поддержкой многодетных семей. По словам председателя комитета по соцзащите областного парламента Татьяны Семейкиной, документ закрепляет ежемесячную денежную выплату семьям в случае рождения третьего или последующих детей, начиная с полутора до трех лет. Льгота распространяется также на усыновленных детей. До полутора лет женщины сейчас получают эту сумму, собственно говоря. И получается, что у нас поддержка очень хорошая будет семьям, родившим третьего и последующих детей. Депутаты также одобрили изменения в закон о государственной поддержке в сфере культуры. Как сообщила глава комитета по социально-культурному законодательству Ирина Сенцова, кроме поощрения творческих работников, документ предусматривает для них специализированный жилфонд. Эти меры, по мнению парламентариев, должны стимулировать развитие культурной сферы в Приангарии. Завершилась сессия правительственным часом. На нем рассмотрели, насколько эффективно используются средства Дорожного фонда Иркутской области. Денис Ларин, Константин Синицын. Новости СИЧС.